Мой первый бизнес, мой первый бизнес, который я открою в гараже. Вот такой вот гаражик, я сейчас себе прикуплю. Что там у нас есть? У нас там есть пицца. Пицца это самое главное. А, так тут дверь есть, что через окно смотрю. О, стартворк. Отлично. Ну что ж, начну создавать свою игру в гараже. По-моему, отличная идея. Так, надо сюда нажать, да? Всё, гараж открыт. Зашибись. Так, ладно, стартворк жмём. Нафига себе, это что, из клавы, что ли? Кнопки повылетали, что ли? Вот это я работаю, вот это жесть. О, да там что-то печатается. Вот это я программист. Я даже сам отят такого не ожидал. Си, х, си умножено на и, н, р, б, о, а. О, сверху-то из монитора денюжки вылазит. Прямо как из кассы. Левел ап, два плюс, двадцать баксов. А где мои баксы? Я что-то не вижу, чтобы мне деньги капали. Может быть, я их куда-то прячу, например, в эту книжку. Робук. Ух ты, у меня даже вон такая игровая приставочка есть. Обалденно. Наверное, я еще мало поработал, поэтому денег у меня нет. Мини-гейм ин прогресс. Блендер. И что? И блендер, и где, и как? А вон, ребята в блендере прыгают. Блин, почему я в мини-гейм не попал? Капец. Ладно, пока ребята там играются, я буду здесь программить. Код пишется, клава ломается, денюжка мутится. Вот я балда. Я уже пятый уровень дописываю в своей игре. А деньги-то у меня, оказывается, есть. Надо что-нибудь прикупить. Хм, начну, наверное, с заднего двора. Такс, куплю себе пол. Ну, у меня даже вешалка появилась. Отлично. Дальше за 50 куплю себе столик или телевизор. Не знаю. Наверное, телевизор. Телевизор. Что? Это квадратное чудо, это телевизор? Воу-воу-воу-воу. Мини-гейм началась, как у меня, быстро сюда. Не-не-не, блендер, не-не-не. Нет, нет, нет. Ох, как я успел, я успел. Опа. 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 Я против блендера иду. Опа, опа. Оп, оп. Ух ты ж, нифига себе. Вот это прыжки, блин. Нафиг. Я выиграл. О-о-оу. Воу-воу. Воу-воу. Не-не-не, так быстро не надо. Ну, в общем, я выиграл. И плюс 25 баксов мне в мою копилочку. Разработчика. Что здесь я еще не докупил? А, я же хотел включить телек. Включаем телек. Обалдеть. Белый экран. Есть синий экран смерти, а у меня в телеке белый экран смерти. Капец. Может, это белый шум? Ладно. Лучше его не включать. Зачем я его купил? Ну, раз я купил телевизор, значит, мне нужен и стол, за которым я буду хомячить и смотреть телек. По которому идет белая передача. Ладно, пускай она у меня работает. Что нужно еще купить? Так. За 50. За 50 долларов я могу купить себе дверь. Отлично. У меня теперь есть в квартире дверь. Ну, как? Это нельзя назвать квартирой. Это как бы, ну, гараж с дверью. Только зачем мне сейчас дверь, когда я могу в свою квартиру входить без дверей? Это просто гениально. Ну, я же разработчик, у меня свое видение. Поэтому пускай у меня будет дверь. А я в нее могу заходить? О, я ее могу открыть, закрыть, закрыть, открыть. Шикардос. А следующая покупка из списка все по 50, это похожая трасса. Да, это не трасса, это асфальтированная дорожка к моему гаражу. Воу, 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 опять мини-гейм началась? Нифига себе. Меня даже не предупредили. Тут бы какая-нибудь... Не понял. Я выиграл, что ли? Да, я победил. О, плюс 25 баксов снова в копилочку. Я увидел зелененькую кнопочку. За 25 баксов. Ну-ка. О, у меня теперь тут площадочка крутая появилась. Наверное, это будущий мой бизнес-центр, где будут разрабатывать игры. Могу купить себе здесь сейф. Ну-ка, где мой сейф? Отлично. А что в моем сейфе? В моем сейфе ноль баланса. Ну, естественно, я ничего вносить не буду пока что, потому что денег у меня маловато. А там что, процентная ставка какая-то есть? Не, процентной ставки здесь никакой нет. Ну ладно, 10 баксов я сюда все-таки депозит внесу. Посмотрим. Может быть, какой-нибудь процентик все-таки капнет. Теперь все по 25 баксов. Так, купил себе крутой, роскошный диван, на который я не могу даже сесть. Наверное, это только для костей. Не для меня. Следующий. Еще один диванчик. Тра-па-пам, пара-па-пам. Мини-гейм, мини-гейм. А я выиграю, выиграю, выиграю. А что тут типа догонялки? О-о-о, чуть не упал. А, тут эти проваливаются. Точнее, исчезают. Чувак, ты что, все? Ну, так неинтересно. У меня осталось еще 33 бакса. И я их потрачу вот на эту зеленую кнопку. И эта зеленая кнопка, огромный супервайзерский стол. А-а-а, я сюда могу нанимать супервайзеров, которые будут получать 30 баксов за 2 минуты. Не-не-не, пока я не могу себе такую роскошь позволить. Надо поработать. Тикс. Я остановился на пятом левеле для своей игры. Нужно дописать еще парочку левелов. Йе-е-е-у, шестой уровень для моей игры дописан. Я за это получил себе денежную компенсацию. И могу позволить себе купить супервайзера. Супервайзер. Йес. Тик. А теперь покупаем вот это вот. И компьютер, естественно. Вот тебе компьютер. И теперь мы сюда можем нанять программера или апгрейдить ПК. Конечно же, нам нужен программист. 15 баксов за 2 минуты будем ему платить. И вот. И вот пошла жара. Он работает. Супервайзер его контролит. А программист работает. Ну-ка, что ты там пишешь? Какой кот? Блин, этот супервайзер что-то меня немножко поднапрягает. Слишком много денег он берет. Наверное, я его лучше пока что уволю. Все. Ты уволен. Я буду как-нибудь здесь пока сам справляться. Потому что я сам программист. Как-нибудь разберусь. Ммм. Что же мне купить? Что же мне купить теперь? А куплю я вот это вот. За 45 баксов еще одно крестница. И куплю еще один компьютер. Так. Здесь у нас будет еще один программист сидеть. Все. Жара. Еще один компьютер. И еще один программист. Да блин, у тебя опять там бак что ли вылез? Сейчас. Поправим. Вот так вот. Просто как вдаришь по своему компью и сразу бак исчезнет. Так. Тут тоже надо вдарить. Сейчас подожди. Опачки. Все. Аж шестеренки полетели. Программист. 25 баксов. Блин, каждый программист все больше и больше денег требует за 2 минуты. Ну, в принципе, я уже могу себе позволить не работать. Потому что у меня есть рабочий персонал, у которого вечно глючит компы. Ну, это дел поправимо. Поэтому теперь я могу обустроить свой дом. Что мне необходимо? Мне необходимо к моему столу купить кресло. Ну, или стулья. Вот, стулья есть. Купил стулья и денег нет. Но у меня есть мой персонал, который заработал для меня деньги. Забираем оттуда деньги. И деньги есть. Теперь покупаем вот это вот. Это мой холодильничек будет. Правда, он такой маленький. Прям как в дьюти-фри. Че ж туда влазит-то? Заработал 354 доллара. И принял решение пустить на апгрейд ПК нашего программиста. Самого первого программиста, которого я и нанял. Ну что ж. Порадуем его немножечко. 250 баксов на апгрейд. О, теперь у него есть лэптоп, ноутбук. И он сразу же забагался. Ладно, починим. Дружище, может я тебе могу помочь по твоей клаве побить, чтобы быстрее работа шла. Ну, или попрыгать. Не, похоже, это не помогает. Теперь тебе апгрейдик сделаем. Да. Вот так вот. Осталось только девчонка. Девчонка, не переживай. И тебе купим. А пока ты поработаешь на своем вот этом древнем. Девчонка, радуйся. Настало твое время. Да блин, баги, 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 кругом баги. Теперь и у тебя будет крутой навороченный ПК. Та-дам. Поздравляю тебя. Ты заслужила. Ну что, ребята. Продолжаем работать в ближайшее время. Никаких апгрейдов вашего ПК не намечается. А вот насчет обучающих курсов, чтобы вы лучше программили, я подумаю. Хотя, что думать? Давайте все марш на обучающие курсы. А то у вас одни баги в ПК, блин. В нодубоках ваших. Первый на курс пойдешь ты. Так, программер. Тренировать. Хорошо. Так, у тебя баг, да? Значит, это тоже у нас. Тренироваться. Вот так. Ну и девушка. Вас не будем обделять, поэтому вперед. Да. Учитывая, что ребята работают у меня на свежем воздухе, нужно как-то все-таки привести нашу студию по разработке игр в порядок. Так что покупаю я сейчас здесь стол. О, рецепшн. Уже более-менее похоже на правду. Что у нас здесь есть? О, компьютер сразу купил. Что я здесь могу напечатать? А, я и здесь могу программить. О, господи. Я даже на рецепшн не могу программить. Вот это круто. Кстати, здесь компьютер получше. Ну все, теперь я могу спокойно ходить в свой гараж спать, а на работу приходить работать. Вот это я запрограммился. Вот это дело. Я уже тут пишу. Я не понимаю, что я делаю. А я знаю, что я делаю. Я программлю. Вот так вот. Нифига ж, все мои сотрудники уже 550 долларов заработали. Собираем денежки и пора апгрейдить мое здание. Покупаем стеночки. Еще окна прикупили. Уже более-менее похоже на солидное здание. Правда, без крыши до сих пор. Так, покупаем лесенку. Лесенку в никуда. Опа. Вот это другое дело. Нужно, нужно, нужно в сейф забежать. Отложить денежку. Я забыл. По 20 долларов я теперь откладываю. Отлично. На черный день, так сказать. Что же купить? Что же купить? Нужно доделать по-любому первый этаж. Поэтому надо купить вендинг-машину и сервер-рум. Сервер. Не. Вначале надо вендинг-машину. Во. Теперь у меня хотя бы тут будет какая-то еда. А, чтобы у меня ребятки питались здоровой пищей. Так, кликните, чтобы достать. Хопачки. А, нифига себе. Надо рубаксы заплатить, чтобы... Вот это да, ребятки. Ну-ка все подходим. Давайте-ка вкидываем в эти автоматы все рубаксы. Сейчас я обогачусь нафиг. Следующим у меня будет сервер-рум. Сервер-рум это у меня подвальное помещение. Ух. Чувствую, здесь горячо будет. Но пока я здесь ничего покупать не буду. На первом этаже осталось купить еще один столик. Купить еще одно кресло. А может быть и два кресла. Может быть и три кресла. Купить, естественно, компьютер. Вот дилемма, блин. Нанять еще одного программиста. Либо отправить на обучение уже имеющихся. Или... Просто апгрейдить МПК. Хм. Задачка. Наверное, я апгрейжу ПК. Апгрейд ПК. О-о-о-о. Нифига себе. Вот это у тебя ПК. Блин, сразу забаговался. Офигенно. Нужно сделать апгрейд ПК у всего персонала. Да что ж такое у тебя? Ерор-ресет ПК. Что ж у тебя это за ПК? Только что купили. А у тебя одни ошибки вылазят. Капец. На обучение отправим. А то у тебя дофига ошибок лезет. Иди тренируйся. Ну все. Теперь ты у нас опытный программист. Больше я тебя на обучение не буду отправлять. Только если уволить. Но увольнять я тебя не буду. Потому что я в тебя кучу денег угрохал. Тебе тоже апгрейд ПК прилетел. Держи. Большой крутой монитор. И тебе апгрейдик тоже прилетел. Вот так вот. И сразу на обучение тебе. Учитывая тот факт. Сколько у меня сейчас программистов работает. Без супервайзера мне сейчас не обойтись. Потому что у каждого вылазит какая-нибудь ошибка. Супервайзер. Мне в помощь. Сразу же супервайзера обучу. Чтобы он у меня был очень быстрый. Все ошибки исправлял. Прям монстр. А не просто супервайзер. Вон. Вон ошибка. Так молодец. Там быстренько устранил. Здесь ошибка. Давай 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 супервайзер. Работай. Не туда пошел. Да. Ну и долгий же ты. Давненько я не был у себя дома. Пора туда сходить. И прикупить что-нибудь новенького. Вот например куплю я себе деревца. О. Нормально такое деревце. Так. Так же я куплю себе еще плиту. Куплю себе еще кухонный шкафчик. И раковину. Как же без раковины. Помою-ка я посуду. Которую у меня еще нет. Вау. Нифига себе. Вот это реализм. Ладно. Все выключаю. Хватит баловаться. У меня в принципе все есть. Гараж. Квартира. Вот только стенок не хватает. Стеночки. Виола. Стенки. И лесенка. Все есть. А теперь еще и нужно крышу сделать. И крыша. Пожалуйста. Нифига себе. Как я быстро себе дом-то сделал. Ну просто сказка. Конфеточка. Единственный минус. Когда появились стенки. Что теперь я не могу заходить через черный ход. У меня здесь стенка. Но с кувалдой это дело поправимо. Что ж. С квартиркой я разобрался. Теперь нужно разобраться с лужайкой. Покупаем сюда деревья. Покупаем сюда стенд. Кто еще я здесь могу купить? Покупаем лавочки. Дорожку асфальтированную сюда подведем. Купил себе вывеску Венхилл Бизнес. Офигенно. Теперь еще одно деревце куплю. И последнюю скамеечку. Ну вот. Лужайка уже более-менее преобразилась. И здесь такой я стою. Венхилл Бизнес. Компьютерные игры. Ла ба да да ба да.